Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте я зачитаю историю и потом мы ее с вами прокомментируем, разберем. И ваши комментарии тоже будут очень полезны под этим видео. Здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение и получить ваш совет. У меня отношение с турком. Может показаться, что это все ерунда, ведь мы совсем молоды, но это не так. Познакомились мы 4 года назад, дружили и вот год назад начали встречаться. То есть мы в отношениях год. Для меня это достаточно долгий период. Мне 20 лет, а он на 2 года старше. То есть ему 22. Он из Стамбула, семья его живет там. А сам он учится в Измире. С его стороны отношения очень серьезные. Когда мы вместе, он всегда старается сделать все, чтобы я была счастлива. Он как-то работал 3 недели по 12 часов в день, доставщиком еды в жару, чтобы накопить денег и приехать ко мне в Россию. Поссорился тогда с отцом, у него не было денег. С ним я увидела множество разных городов Турции. Он познакомил меня со своей всей семьей, включая бабушек. Все члены семьи относятся ко мне очень хорошо, спрашивают о свадьбе. Он доверяет мне секреты семейного бизнеса, иногда я ему помогаю. Я тоже учусь, но в России знаю кроме русского языка еще английский, французский, украинский. Начала турецкий учить, так что иногда общаюсь с их клиентами, партнерами по бизнесу и заказчиками на этих языках. У нас все серьезно. Несмотря на то, что прошел всего лишь год, живем далеко, мы очень многое прошли вместе. Он у меня первый. Это уже укрепляет привязанность сильно. Я задумываюсь о переезде после окончания университета. Он зовет меня жить с ним в Стамбуле. Вроде бы все идеально, но есть некоторые проблемы. У нас все чаще и чаще конфликты, потому что он сильно ревнует и ограничивает меня. Ему нужна тихая, спокойная девушка. Ведь у них так не принято, чтобы девушка в 20 лет жила отдельно от родителей, даже если и в одном городе. Я работала, гуляла до 23.00 по выходным. У меня немного другая жизнь, чем у моих ровесниц. Уже полтора года у меня есть профессия, я фитнес-тренер. Он ревнует меня и клиентам на работе, и почему-то такую майку надела. И не хочет, чтобы я ходила на корпоративы, мол, у вас там всякие тусовки. Это не принято. И вообще я не пью, честно говоря. Хожу, чтобы чисто пообщаться с коллегами, отдохнуть. Логично, нормально, ничего там такого нет. Я не такая, я люблю пробовать все новое, люблю яркие впечатления. Я общительная, стараюсь проживать свою молодость на 100%. Поэтому тихая и домашняя – это не обо мне. Он меня ограничивает в действиях. Я говорю, хочу попробовать что-то. Он заставляет отказаться от идеи. Я яркая, мне всегда уделяют внимание, ему это не нравится. Зачем тогда было начинать отношения со мной, если ему нужна серая мышка? При этом я его не ограничиваю ни в чем. Кроме того, что опасно для его здоровья. Например, работа с едой на мотоцикле. Или, например, работа с ездой на мотоцикле. Хочешь гулять – гуляй. Хочешь общаться с однокурсниками, девушками – да общайся, я тебе доверяю. Я устала от его ревности. Он вечно обвиняет меня в изменах, оскорбляет, называет тупой и прочее. Ну, это уже перегиб. При том, что я ему верна. Кроме ревности, если он злится по поводу чего-то другого, он тоже может обозвать меня, унизить и сказать что-то обидное. Раз в три дня я узнаю о себе новое, плохое. Два раза за год называл меня девушкой легкого поведения из-за какой-то ерунды. Я хочу быть свободной в отношениях, иметь возможность самостоятельно жить и принимать решения. Такое ощущение, что я встречаюсь со своей мамой. Контроль еще больше. Я его люблю, и он любит меня. Но у меня такое чувство, что если я останусь в отношениях с ним, то я буду мучиться. И это время до окончания университета тоже. Я не знаю совсем, что будет дальше, если будем жить вместе. Я не знаю, особенность ли это менталитета, что ему нужна такая тихая и скромная девушка, или это все-таки личная его проблема. Может, мы сможем ли мы решить эти проблемы? Или оба будем несчастны, и лучше прекратить это сейчас? Ой, девочка, я не буду называть просто имен, потому что обычно хотят быть анонимны и все прочее. Я тебе честно скажу, ну, немножко не в таких, но в похожих отношениях. Я была, когда мне было тоже 20 лет, я была с парнем, встречалась, который был старше меня немножко. Он уже работал, а я еще училась. И у нас тоже все было серьезно, и все родители, и вся семья, мы все были знакомы. Короче, все шло к свадьбе. Осталось только там чисто дату назначить. И я в один момент соскочила с этих отношений. Я вот так же, как ты, думала и понимала, что мне некомфортно. Я понимала, что это не мой человек по характеру, по поведению. Так же от меня там что-то тот отребовал, все отребовал. Это был не мой человек. И мне, слава богу, тогда без какого-то вообще опыта в отношениях мозгов, там мудрости, житейского опыта, мне хватило, я не знаю, каким-то чудом. Мне, может, тогда уже голова неплохо в этой теме работала. Я поняла, просто оценила все и поняла, что минусов больше. И вот в плане будущего я подумала, как я, если я выйду за него замуж, как мы будем жить? Мы будем ругаться. У него была проблема запервенства в отношениях. Я сказал, типа, я мужик и все прочее. При этом, да, он пытался понизить мою самооценку, чтобы я особо в отношениях не умничала, не вылазила. Но у меня не было вот этой идеи настырно прям с ним мериться, знаете, одним местом. Я умнее или я круче. Я не лезла, как сказать, на роль мужчины в отношениях. Но он вообще, в первых, я понимаю, сейчас он сексист. Вот вместо женщины он на кухне и там, не знаю, в кровати. И она вообще не имеет права ни на что. Это его была политика идиотская. Его неправильное воспитание. Это вообще, фу, грубо. То есть он у меня вообще хотел понизить самооценку, чтобы я вообще наив... Я симпатичная была. Я далеко не дурочка. Даже в 20 лет была. И мне казалось, что он себя чувствовал неуверенно на моем фоне. И он старше немножко меня был. И он боялся даже этого оттенять как-то на моем фоне какая-то тень, чтобы на него бросалась. Когда мы общались с его друзьями общими, они мне делали комплименты. О, тебе 20 лет. Им там всем по 25 было и старше. Ну, ему было тогда там 25 лет. В общем, мне делали комплименты, что я для своего возраста вообще не дурочка, что я молодец. И его это бесило. Как ей? То есть вообще желание было меня загнобить, что я вообще не высовывалась. Просто на его фоне была серой мышкой. Вот то же самое. Это дело не в менталитете. Отчасти в менталитете, но это его личные проблемы. Мне хватило мозгов тогда понять, что проблема не во мне. Это не я себя плохо веду. Это не я чересчур умная. Или я супер, не знаю, для него какая-то красивая, что мне делают комплименты. В плане там, ты молодец для своего возраста. Или когда я пошла работать. Ой, ты работаешь. Какая ты? Вот это вот все, это нормально. А ненормально это реакция вот этого мужика. У тебя парень, он еще такой молодой, ему 22 года. Он уже с такими, блин, вот этими амбициями сексистскими, неправильными. Это отвратительно. Мой муж тоже турок сейчас, да? Но у нас нет вообще вот этих сексистских направлений. Ты должна то. Ты должна как женщина. Ты должна быть серой мышкой. Ты там не имеешь права работать. Ты каких-то прав и ограничений у нас нет. Менталитет, я себя чувствую абсолютно комфортно. Вот он тебе, пожалуйста, тоже менталитет. Муж штурок у меня. Он меня уважает как женщину. Он меня поддерживает в моих стремлениях, в любых развитии моем. Он только за. Даже он знает, что это не увенчается, например, успехом. Попробуй, ты должна попробовать. Он меня во всем поддерживает. Даже видит, что это глупость какая-то. Не потому что он меня только любит, потому что у меня есть воспитание правильное. И я просто, если читая вот это, я как про себя читала, когда тут эти твои мысли, то, что ты писала в письмах, как в будущем. Я просто тогда в своей жизни подумала, если мы сейчас с ним распишемся, все-таки замуж выйдем, я рожу ребенка, я все равно с ним разведусь. Я просто не смогу все время это терпеть. И в силу моего характера я все равно сбрыкнусь когда-нибудь. Я не стану, он меня не сможет угнетать. Я не заткнусь, не засуну свой язык в одно место. И я хочу развиваться. А с ним развития никакого не будет. Мое было с ним бы развитие. А максимум это он бы разрешил мне. И был не против какого-то второго моего высшего образования, наверное. Но если бы у меня была карьера, что-то он бы был против. Я бы, например, если была с ним замужем, сейчас видео вам не снимала. А что же, это же какое-то... Для него бы это было больно. То, что меня кто-то прислушивается ко мне. В принципе, в мое право голоса, мое мнение не существовало. Оно было неверным, глупым, женским, идиотским каким-то. Я блондинка, я не имею вообще на это право. Я априори тупая. Вот такое было. Так что я тебе что хочу сказать. Вообще подумай вот это. Ты сначала пишешь в письме о том, что мы друг друга любим. И у нас все так серьезно. Ты рассказываешь, как у вас классно в семье. Все вот это вот сложилось. Тебя приняли. Никто, короче, родители ваши не против. Ты писала в письме сначала одно. А к концу письма твои истинные мысли. То, что у тебя в душе. Ты понимаешь, что перспективы в этом нет. Или точнее, тебе придется либо, скажем так, заткнуться, быть серой мышкой. Такой, как он хочет. И придать себя. Тебе оно зачем надо? У тебя внутри вообще, ты же яркая. Эмоции, впечатления. У тебя еще и возраст такой. У тебя только начало всей вот этой активной, социальной, человеческой, женской жизни. И у тебя время тусоваться. У тебя время путешествовать. Знакомиться с парнями. Просто для себя жить. У тебя период 20-30 лет. Вот оно. Кайфуй. А тебя в 20 лет, ты только вступаешь. Первый шажок в 20 лет сделала. Какой-то независимости финансовый ты начала работать. И тебя уже нашелся тот, кто тебе говорит, засунь голову в песок. Кто-то тебя, скажем так, обрезает тебе вот эти все твои ниточки. Хочет тебя дергать, как куколку вправо-влево тобой управлять. Тебе это нафига нужно? Если твое нутро другое. Ладно бы ты была спокойная, покорная от родителей. Такого в семье так тебя воспитали. Я бы это поняла. Тебе бы это не претило. У тебя вообще бы ты мне письмо тогда не писала. Тебе это было бы по душе. Это то, что ты искала. Есть такие девочки, которых воспитывают правильно, хорошо. И они из семьи быстренько перепрыгивают, скажем так, в семью мужа своего. И они всю жизнь, они немножко не самостоятельные. Они за кем-то. Но им так проще. Они тыл. Это такой вид психи человека, их воспитание и все прочее. Ты другая. Не надо терпеть то, что тебе не нравится ни по твоей душе. Вот я к чему. Лично можно здесь сказать. Ой, да менталитет. Взрослые тети могут сейчас писать в комментариях такие советы. Да ты потерпи. Да так надо. Да надо подстроиться. Да зачем тебе это? Это такие отношения. У всех в отношениях. Будьте потом 30 лет, парня, этого упустишь. У нас же по меркам в 30 лет уже все, надо быстрее бежать замуж. Последний вагон, он уже отдаляется. Надо прыгать быстрее, неважно в какой. Вот ты еще пожалеешь о том, что ты с ним там рассталась и все такое и прочее. Я тебе скажу нет. Расставайся. Будь свободна. Делай то, что ты хочешь. И встреть человека, который будет тебя уважать. Не будет говорить, что ты дура или девушка легкого поведения. Вообще как, блин? Если ты такой правильный, за такую хорошую топишь просто, за такую серую мышку. Как ты имеешь право называть свою девушку легкого поведения? Ты, значит, встречаешься с девушкой легкого поведения, если ты ее такой назвал хотя бы пару раз. Ну что за бред? Правильно? Так что сам себе противоречит. Я девушка легкого поведения, давай расставаться. Поверь, если ты когда начнешь с ним расставаться, он за тобой еще будет бегать, убиваться, потому что ты заденешь его эго. И вот что я еще хотела сказать. Посмотри, кому удобны и выгодны эти отношения. На вас, скорее всего, дают ваши родители. Твои родители. Ты еще разную фразу написала. Контроль как от мамы, только еще сильнее. Тебя мама, значит, контролировала. Ты хочешь убежать от этого контроля, но ты находишь, повторяешь сценарий, свою вторую маму в виде этого парня. И он тебе приемлем, потому что ты к этому контролю привыкла с детства. Из твоей семьи. И тебе кажется, что это нормально. Но я тебе скажу, что ты самостоятельный человек, независимый, и это ненормально, когда тебя как маленькую девочку пытаются контролировать, что твоя мама, что твой парень. У тебя пришло время твоего характера, твоего нутра, когда ты не то что сбунтоваться должна, ты должна отсепарироваться, отсоединиться от мамы, от парня. Ты должна быть самостоятельной, ты к этому готова. Вот он, твой кризис личный. Ты должна стать независимой от всех и жить так, как тебе хочется. А ты сейчас, твой страх вот это от отделения от матери моральное, ты нашла парня. Вроде бы как бы сейчас от мамы там отделилась, стала несамостоятельно работать начала, но у тебя парень такой же есть. То есть ты по сути не отделилась. Так что я считаю, что ты должна, вот мой совет вообще нельзя давать по правильному в психолог, но я просто тебе как человек говорю, я была на твоем месте. Я вот тебе так скажу, нет, не совет. Я была на твоем месте, у меня была практически такая же история. Я сделала выводы, я не побоялась предпринять решение расстаться с этим парнем. Меня не поняли мои близкие родственники, у нас все семья были знакомы, все вот это. Меня никто не понял, ни он, ни его родители, ни мои родители, ни моя мама. Он давил на мою маму, чтобы я к нему вернулась, пытался меня вернуть. Я выстояла все это одна днешенька, без каких-то там подруг, друзей, ни с кем этим не делилась. Все это одна пережила, просто как стена бетонная была. Я все это выдержала, даже претензии, может быть, нападки моей мамы какие-то, недопонимая, она меня пыталась, как бы он же ее прессует, все было хорошо, и тут я в один момент сбрыкнулась. Я и пыталась объяснить мои намерения, она меня тогда не понимала. Она меня поняла спустя много лет, она мне об этом сказала, что я поняла, что произошло. Если тебя не понимают, посмотри на меня, вот она я, я встретила человека, которого я люблю, который полюбил меня, который, понимаешь, семейные отношения с мужчиной, когда у вас все серьезно, семья, слово, это может быть без претензий, какая ты там внешне выглядишь, без претензий, ты косая, кривая, как-то не так ты говоришь, не так себя ведешь, без претензий, что ты девушка легкого поведения, без претензий, что ты не так себя ведешь, не так ты села, не так ты стала, не так тебя ревнут или еще что-то. Посмотри на меня, вот он тебе пример. Я нашла того человека, и даже турка, который себя ведет по-другому. Проблема в этом человеке, проблема в твоем парне. И найди в себе силы отделиться от мамы, от этого парня. У тебя есть эти силы. Ты просто сейчас боишься сделать этот шаг. Вот я тебе пример. Если тебе нравится, как я выгляжу, как я рассказываю в своих видео, что-то говорю. Я стала тем человеком, кто я есть сейчас, благодаря самой себе. Это хендмейт чистый. Я сделала себя своими руками из какого-то... Когда мне пытались понизить в отношениях самооценку, задолбить, что у меня нет своего мнения, что я там некрасивая, что я тупая, и образование чисто для галочки, мое место у кухни, я не имею права голоса, и вообще, короче, все это прочее. Я сбросила, я нашла себе силы это все сбросить. Без единой поддержки какого-то человека я это сделала. Так что тебе я тоже, вот тут пусть буду я тебе этим человеком поддержкой, который говорит, у тебя есть на это силы. Ты к этому пришла, к этому готова. Найди себе силы это сделать. Даже если тебя кто-то не будет поддерживать. Ты потом, спустя 10 лет, сама себе скажешь спасибо. Я сейчас благодарю себя, что я когда-то сделала этот шаг. Если бы я это тогда не сделала, я была вот на этой грани. Стать вот как многие ради мужика. Ну это же принято, быть дома поварихой, кухаркой, рожать детей, не иметь права голоса, и вообще не высовываться, и быть замужем. И все. А потом когда-нибудь найдет себе другую любовницу, и будет с теми, кто ему будет интересен, кто будет интересно рассказывать что-то, общаться с ним ухоженным, и всякое прочее. Я решила не быть такой. Я понимаю, что у меня другой потенциал есть. Я это все изменила. Так что моя конкретная... Вот это сегодня даже не консультация, какая-то психологическая получится. Просто от меня личный тебе совет. Проблема в этом парне, в его вообще, в принципе, отношении. Пусть он себе ищет серую мышку, да. Он себе хочет яркую, красивую, но подстроить под себя. А ты зачем тебе это подстроить? Зачем ты будешь себя терять и себя предавать? И то, что у вас там хорошо, семейно все сложилось, к свадьбе и все прочие дела, это не первая свадьба в твоей жизни. У тебя этих предложений еще будет куча. Мне тоже не раз замуж звали, несколько раз, поверь. Я тогда тоже думала, это же у нас просто воспитывают с этим. Пригласили замуж, предложение сделали, это так важно выйти замуж, это так важно родить ребенка, это так важно. Быстрее и быстрее, пока позвали, надо соглашаться. Не бойся это потерять. Останешься самой собой, будешь еще лучше, себя достроишь, свой стержень внутренний сделаешь, будешь интересной женщиной. Тебе еще куча таких предложений и свадеб и всего прочего. И предложения семьи, и тебя мужчины будут желать с тобой хотеть общаться, потому что у тебя будет энергия для этого, которого они захотят от тебя брать. Вот что я тебе скажу. Не бойся. Замуж ты еще вычлешь только 20 лет. Все еще впереди. Так что, девочки, жду ваших комментариев по этому видео. Это я не одна такая. У многих такие ситуации были. У меня есть подружки, которые в таких же ситуациях были, тоже так же соскакивали. Так что жду ваших историй. И что вы думаете по истории этой девушки, напишите ей в комментариях. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.